Бульк. Шел такой поток, это капитально. Мужик еще попытался, он плывет до сих пор, он все его сносит, он колесами не достает. Такого я еще нигде не видел. Для этой ливневки нужны водолазы. Павловский тракт Попова-Семенова – самые морские участки города. Накануне улицы здесь просто ушли под воду, вместе с машинами и пешеходами. Эта история могла закончиться трагедией. Пересечение улиц Семенова и Попова. Ребенок переходил дорогу, как вдруг его начало уносить потоком воды и затягивать под машины. К счастью, подростка спасли прохожие. Нам удалось связаться с одним из спасателей ребенка. Мужчина рассказал, что течением унесло мальчика около 10 лет, с ним все в порядке. А вот что теперь делать смелым водителям, которые оказались на гребне волны – вопрос интересный. И его возможно решить только в рамках судебных процессов. Пока количество пострадавших неизвестно. Судя по кадрам, ремонт обойдется в круглую сумму. Кто в луже стоял, кто стоял на дороге, чтобы не ехать по этой луже. Кто-то стоял так же с открытыми дверями, что вода и вытекала с машины. Мне, чтобы сейчас исправить это то, что он мокрый был, мне придется разбирать машину, вытаскивать пол, просушивать, химчистить его. Машина, вон, все, поплыла. Вон чей-то номер. А это уже номера, которые ждут своих хозяев. Их нашли дорожники на улицах Малахова и Антона Петрова. Всего было найдено порядка 10 таких номеров. За некоторыми уже приехали владельцы. Кстати, жители улиц Попова и Семенова такие кладбища номеров совсем не удивляют. Мы здесь живем уже 10 лет в этом районе. И получается постоянно, как только начинаются такие дожди, даже не такие, даже меньше, домой попасть невозможно. Дети тонут, взрослые грязные, мокрые. Тут устали копать торшею, чтобы ливневку закопать. Ее закопали, и она теперь вся наполнилась водой. Об этом проблемном-то участке знаем давно и принимали соответствующие меры. На сегодняшний день у нас состоялись конкурсные процедуры по прочистке. Как раз участки ливневого канализации попалось к Монтракту, куда подключается вот эта сеть с улиц Попова. Ведь видно и по кадрам, когда такой большой объем воды, очень большой поток грязи еще и наносов, которые забивают трубу и уменьшают пропускную способность. Как нам пояснили в мэрии, в городе 128 километров ливневых сетей. И значительная часть была построена еще в 70-80-х годах. В то время ливневки рассчитывались на другой расход и иные площади. Поэтому в перспективе на самых проблемных участках необходимо построить новую магистральную ливневую канализацию. На это уйдет порядка миллиарда рублей, так что проблема не решится завтра. А в МЧС тем временем предупреждают, в ближайшие дни край снова накроет ливнями и шквалистым ветром. Вот ребята едут на электросамокатах! Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.